Еще раз, значит, как мы вообще пришли к такой жизни? Да, как? С точки зрения эпидемиологии инфекционной. Пошли. Наша сторона – сторона количественных показателей. Вообще, изначально, если мы посмотрим, как начинались выполняться противопедемические мероприятия в начале пандемии COVID-19, очень интересный вопрос. На этот момент у нас за вопросы инфекционной безопасности отвечал Виктор Ляшко. Хочу обратить внимание, что Виктор Ляшко отвечает за вопросы инфекционной безопасности с 2018 года, когда была у Ляна Супру. И на самом деле, можно поменять еще 25 министров, там, Степанова и других, да, то Ляшко, получается, отвечает за вопросы инфекционной безопасности уже при пятом министре здравоохранения. И здесь как раз ничего не меняется, здесь как раз все остается так же самое. В 2018 году, когда Виктор Ляшко был первым заместителем Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, как раз отвечал, в том числе, за инфекционную безопасность, мы подали на рассмотрение в ЦГЗ МОЗ национальный план, для утверждения, национальный план по инфекционному контролю. Инфекционный контроль, ну, если там дословно переводится на английский язык, это управление инфекциями. Вообще, это комплекс мероприятий, которые направлены на минимизацию инфицирования. Это очень важный стратегический документ, который, по большому счету, отвечает за, не то что национальный интерес, а за инфекционную безопасность, национальную безопасность вообще страны. Это, например, в Великобритании есть закон страны по инфекционному контролю, закон страны. В США это огромное количество законодательных, ну, не инициатив, а тоже нормативных документов и различных руководств. В Евросоюзе, то есть, они все выполняют, по большому счету, на основании рекомендаций ВОЗ. В нашей стране полный ноль, нет ничего. И когда в 2018 году Виктор Ляшко сделал все, чтобы эти мероприятия не были рассмотрены, и до сих пор вот уже прошло практически, сколько, три года, да, полных, они не выполняются, то у меня становится вопрос, я уже не верю, что ему не хватает знаний. Я прекрасно знаю, что у Виктора Ляшко как раз есть знания, и он это все понимает. Я на сегодняшний день, я уверен, что это уже попахивает откровенным геноцидом, когда чиновники такого ранга, они делают все для того, чтобы страдало наше население. Обычный пример. Средства индивидуальной защиты. Мы знаем, что входные ворота при инфицировании SARS-CoV-2 возбудителя COVID-19 являются органы дыхания и слизистые глаза. Поэтому, по большому счету, смотрите, я сейчас скажу такую крамой мою фразу, которая, наверное, всем станет как минимум плохо, да. Я скажу следующее, что самое главное, организовать качественную защиту как раз органов дыхания и глаз. То, что мы до сих пор видим в 21 веке, в 2021 году в Украине массово медики одевают говняные, по-другому не могу сказать, костюмы биологической безопасности, шапочки, бахилы, подвиг пары перчаток, это никак не влияет на профилактику COVID-19. От слова вообще. COVID через кожу не передается, COVID через волосы не передается, через одежду не передается и так далее. Ноги, волосистые части головы защищать не надо. Самое главное, обеспечить качественной защитой органы дыхания и слизистые глаза. Что у нас делается? Все наши средства индивидуальной защиты, могу показать, у меня просто там есть огромное количество, мы единственная организация, национальная экспертная группа по инфекционному контролю, которая протестировала все образцы средств индивидуальной защиты, защищающие органы дыхания, которые представлены на рынке Украины. Что делает, начиная с февраля 2020 года, наша государственная система? Полностью закрывает, чтобы въезжали все качественные, качественные СИЗы на территории Украины. Специалисты знают, это, например, компания TREM, компания UVIX, компания Drager. Это мировые лидеры, это многомиллиардные корпорации, которые являются лидерами рынка во всем мире. Чтобы вы понимали, ну, например, на сегодняшний день респиратор компании TREM, класса FFP2, стоит там 50 гривен, да? Вот его можно прибыти. Украинский фуфломицин, который имеет все государственные разрешения, который имеет все маркировки, ну, который никогда в жизни не пройдет никакого тестирования, просто я знаю, что не только мы, но и европейские лаборатории в том числе проверяют данную продукцию на эффективность, постоянно блокируют. Когда в Китае, не в Китае, а в Италию точнее, ряд производителей украинских начали поставлять эту продукцию, их сразу начали блокировать и запрещать использование этой продукции на территории Евросоюза. Так вот, что делает наше государство? Запрещает ввоз данной продукции на территории Украины и начинает закупать китайский KN95. Это откровенная стопроцентная подделка респираторов. Например, есть европейский рынок классификации респираторов, а есть американский рынок. Европейский ФФП, там ФФП-2 нам нужно, ФФП-3, а американский рынок KN95, 98 и 99. Так вот, они не дают возможности заезду качественной продукции и закупяют централизованными закупками KN95. Есть ссылочка, могу дать, ссылка на сайте cdc.gov, это центр по контролю заболевания США, где они даже статю целого написали, что остерегайтесь. Во-первых, они запретили ввоз китайских респираторов KN95 на рынок Соединенных Штатов Америки, это раз. Во-вторых, они предупредили о том, что их лаборатории протестировали, они не отвечают никаким заявленным качественным производителям. И самое главное, что они запретили вообще это использовать на рынке США. У нас это началось массово. Мне было плохо, когда мы за 2020 год посетили с Организацией инфекционной безопасности 72 ковидных опорных лечебных учреждения, и практически везде мы видели, как используют данный вид продукции. О чем это говорит? Украина занимает первое место в Европе по профзаболеваемости медицинских сотрудников при COVID-19. Почему именно медики болеют повторно или третий раз COVID-19? Потому что они работают в очагах, они работают там, где концентрация инфекционного аэрозоля очень высокая. Поэтому, когда человек переболевает, и он ежедневно по несколько часов проходит в помещение, где есть большая концентрация инфекции, у него есть возможность, например, он переболел там уханским штаммом, потом британским штаммом. Мы еще, на самом деле, не почувствовали на себе, и к нам это придет скоро. Южно-африканский штамм, как это сейчас в Бразилии мы наблюдаем. Поэтому это огромные риски. По большому счету, о всей инфекционной безопасности мы как раз можем судить, о профзаболеваемости медицинских сотрудников она не поменялась. Как мы видели в начале даже пандемии, ну тогда еще было небольшое количество, не то что небольшое количество людей, которые болели, у нас просто тестирования вообще не было. Потом появилось тестирование, начали выявлять, фиксировать, и медицинские сотрудники, по большому счету, они начали вот болеть, да, вот. Но когда медики болеют там 400 в день, 500, да вы посчитайте, сколько их осталось уже. Большая часть уехала в Европу работать на заработки, большая часть поувольнялась, большая часть уже настолько эмоционально выгорела, 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 даже когда мне знакомые жалуются, вот с нами медики плохо обращаются. Ребята, да они в таком психоэмоциональном состоянии сейчас находятся, что им уже ничего не надо. Ни доплаты, которые, кстати, не платят, ни возмещение ущерба в случае смерти или там значительного нарушения здоровья, ничего. Поэтому я считаю, что ситуация у нас кризисная в нашей стране по инфекционной безопасности в первую очередь, потому что есть такие специальные жулики, чиновники, как Виктор Лашко, которые делают все, чтобы в этой стране, во-первых, они ввели все в ручное управление, когда нету системы, которой можно отследить, все принимается просто вот только, я сказал вот так вот, я сказал закупать только то. Это касается и тест-системы, и следственной защиты, и различных расходников, это касается всего. Просто если это, я надеюсь, что пройдет, наверное, еще не один год, когда это все станет уже системно опубликовано, предоставлено на рассмотрение, и потом, возможно, у нас произойдет все-таки судовая реформа в стране, соответственно, после судовой реформы у нас, возможно, станет нормальная прокуратура, чтобы они это довели до конца, и вот эти вот все товарищи должны понести не только административную, но и уголовную ответственность. Ну и по поводу, мы сейчас, например, видим такой хороший явный пример, кстати, вопросы вакцинопрофилактики, это одно из направлений системы общественного здоровья, за которые отвечает наш главный государственный санитарный врач Украины. И вот если взять вакцинацию, то, я просто, смотрите, в каком сюре вообще мы все находимся? Зачем-то под процесс вакцинации нам нужно было готовить отдельные мобильные бригады? Зачем-то нам, начиная со времен Ульяна Супру, помните, когда была эпидемия кори, нам говорит, вот эпидемия кори, вот вакцинальная компания. Вопрос один, а чем отличается процесс вакцинации при коре от процесса вакцинации при гриппе? Или от процесса вакцинации АКДС? Или процесс вакцинации других вакциноуправляемых инфекций? Я вам скажу, как эпидемиолог, который занимался и работой в УБЛСЭ с этим вопросом, и на национальном уровне я с этим сталкивался, и курировал, когда был руководителем Центра гриппа Министерства здравоохранения, ничем. Когда пришла осень 2020 года и начался у нас вакцинальный процесс от гриппа в Украине, с того, что Михаил Радуцкий, глава Комитета здравоохранения Верховной Рады Украины, он своим личным примером показал, как со своими коллегами народными депутатами, как нужно вакцинироваться от гриппа. Они это делали, видимо, в одном из кабинетов Верховной Рады. По большому счету я это приветствую. Я это ему лично говорил на одном из ток-шоу. Я говорил, вот Михаил, вы сделали классную вещь. Вы пропагандировали вакцинацию в полевых условиях. Вакцинация в полевых условиях – это не выйти в поле, в грязи в себя вакцинировать, а это вакцинироваться не в лечебном учреждении. Почему? Потому что в лечебном учреждении есть большие инфекционные риски, при которых можно, например, стоишь в очереди, а в этой очереди еще есть кашляющие, чихающие, гриппы, ковиды, аденовирусы, риновирусы, все что угодно. Но поэтому во всем мире мы видим, что в Штатах, например, в автомобилях вакцинируют, в Израиле сделаны пункты специальные, на улице, в Британии на улице. То есть везде минимизируют риски. У нас же до сих пор по законодательству вакцинация происходит только лишь сугубо в лечебных учреждениях. Это зачем-то делается такой вопрос. Кстати, когда я это произнес, вот Михаил Радуцкому, я обратился к Радуцкому, к Степанову, и попросил Игореву, смотрите, вы правильно делаете, вы, по крайней мере, правильно показываете свою приверженность, но теперь осталось за малым, нужно изменить законодательство наше украинское. Вот уже прошло много месяцев, ничего не изменилось. Более того, они сделали этот национальный план, согласно которому все население обязано вакцинироваться в лечебных учреждениях, выстаивая очереди, и, соответственно, есть огромные риски для друг друга, для перезаражения друг друга. Хотел обратить внимание на такую очень интересную вещь, что вообще, если мы будем говорить о вакцинопрофилактике, то вакцинация от гриппа, и мы изначально на это обращали внимание, это была генеральная репетиция перед вакцинацией от COVID. Сезон 2020-2021 год в Украине был наименьший охват вакцинопрофилактики от гриппа, наименьший за всю историю независимости Украины. О чем это говорит? Мы говорили, ребята, если мы так от гриппа прививаем население, точно так же будет у нас прививать население от COVID-19, и ничего не поможет, у нас ничего не сделает. Идея вакцинопрофилактики в том, это не только потратить деньги на коммуникационную компанию, создать мобильные группы, потратить деньги на обучение, кстати, и так далее, и так далее, а о том, что государство должно предоставить инструмент, которому общество будет удобно им пользоваться. Еще раз говорю, когда вот даже если пойти по правилам, не знаю, я думаю, может быть, журналистов кто-то, или вы постараетесь, когда дойдет до вас очередь, например, а вы посчитаете времени, вот вы заходите в лечебное учреждение, сколько времени пройдет до того, как вы получите ту или иную вакцину, например, при COVID-19, сколько вам нужно очередей выставить? Да ни один здравомыслящий человек в развитом государстве не позволит издеваться так над собой, просто издеваться над собой. Выставить в регистратуре, выставить потом, чтобы тебя смотрел твой семейный доктор, потом зайти, когда тебя будут вакцинировать твоя мобильная бригада, там тебе тоже нужно несколько специалистов, и везде очередь, везде очередь. А за пропусками? А в транспорт? Это то же самое, понимаете, система, она одинаковая. Вот сейчас немножко сбился, хотел вот вспомнить по поводу очередей, да, вот в Украине у нас много эпидемий, на самом деле. Эпидемия туберкулеза, эпидемия невичспида, пронтеральных гепатитов, но самое страшное, которое носит системный характер, можно ее назвать стержнем, да, это у нас агрессивная, необъявленная эпидемия инфекции, связанная с оказанием медицинской помощи. Ну, в народе это больше известно как внутрибольничное инфицирование. Это что значит? Когда, почему в нашей стране все ковидные пациенты, которые, понятно, ты ковидом заболел, да, зачастую, если у тебя, это даже и легкая степень течения, а если у тебя средняя или тяжелая степень течения, у тебя сразу двухсторонняя вирусная пневмония, тебя госпитализируют в лечебном учреждении, что ты там приобретаешь? Ты там приобретаешь сразу, называется это госпитальная пневмония, или это бактериальная пневмония. Это внутрибольничное инфицирование. Так вот, у нас процент внутрибольничных пневмоний, людей, которые попадают в реанимационное отделение, достигает практически 100%. Вот это вот и называется геноцид, что когда такие чиновники, как Витя Ляшко, в 2018 году отказываются внедрять и действительно работать по направлению минимизации предотвращения внутрибольничного инфицирования, а мы в течение 2020 года и 2021 года, тысячи людей уже потеряли только за счет, у нас же никто не разбирает, какие последствия, у нас действительно все списывают на ковид. Первая причина это ковид, да, это SARS-CoV-2, возбудители, но то, какое количество осложнений приобретает пациент, находясь в лечебных учреждениях, этого никто не обращает на это внимание. Мы последний раз были на международном конгрессе по инфекционному контролю в Польше, значит, там был такой лозунг конференка, конгресса этого, да, ноудата, ноупроблен, нету данных, нету проблемы. Вот я ему хочу сказать, что Украина это как раз та страна, которая своим личным примером показывает, что вот лучше не обращать внимания. Наша статистика официально, только вдумайтесь, вот показывают в год примерно 3,5 тысячи случаев внутрибольничного инфицирования по всем нозологиям. Тогда, когда Всемирная организация здравоохранения примерно делает расчет на минимум 800 тысяч, миллион 200, минимум 50 тысяч людей у нас умирает от последствий внутрибольничного инфицирования. Минимум 8 миллиардов ривен в год население тратится с своего кармана за последствия внутрибольничного инфицирования. Если мы сейчас перенесем это все на COVID, а COVID стал причиной номер один смерти вообще в Украине, чтобы мы понимали, то есть есть статистика Минздрава, а есть статистика Держштата. И мы увидим действительно в сравнении, да, когда сравниваем показатели 2020 года, 2019 или 2018 годов, у нас значительно увеличилась смертность. Но анализа, к сожалению, никто не делает. Вот эти вот писульки или отчеты, которые нам показывают там на сайте ЦГЗ МОС или Министерство здравоохранения, во-первых, они с друг другом не состыковываются или там с Национальной службой здоровья. Почему это государственные учреждения и разная статистика у нас? Кто за это тоже будет нести ответственность? Мы подошли к тому, что в Украине отсутствует система эпиднадзора. Есть у нас такой орган, подчинен Министерству здравоохранения, как Центр общественного здоровья, Министерство здравоохранения. Главной задачей или главной функцией Центра общественного здоровья это является организация и ведение системы эпиднадзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями. То есть, по большому счету, чтобы для людей было понятно, это четкое отслеживание статистических данных, когда сбор идет действительно реальный. И вмешательство для того, чтобы минимизировать возможные вспышки инфекционных заболеваний. Возможные какие-то, например, в Запорожье, где очень плохой воздух, и там, соответственно, сразу же можно предположить, что уровень онкозаболеваний намного выше, чем населенного пункта, где-то там в Закарпатской области, там, где чистый воздух. То есть, мы должны принимать управленческие решения и зачастую они не должны, скажем, учитывать только интерес всех вокруг. Но самое главное, как написано у нас в Конституции, государство должно заботиться о жизни наших граждан. Но государство делает, наоборот, все, чтобы удорожать пандемию COVID-19, как и другие эпидемии, которые бушуют в нашей стране, и только думает, хорошо, мы не можем справиться с минимизацией распространения COVID-19. Зато мы будем теперь деньги на оплательщиках тратить на создание COVID, подведение кислорода, запутку каких-то препаратов. Смотрите, что у нас делается. Я утверждаю, вот я уверен, что придет несколько лет, и очень хорошо, что вот сейчас у нас мы живем в веке информатизации, да, там в Фейсбуке есть, там Телеграма и так далее. Вот, я утверждаю, что в нашей стране тестируют население ради тестирования, а не ради того, чтобы министр тот же самый вышел раз в день, отчитался перед кем, непонятно вот на самом деле. Зачем нам эту информацию знать? Дело в том, что в Украине будут тестировать тысячу в день человек, или один миллион, разницы никакой не будет. Тестировать нужно только ради того, чтобы выявить контактных лиц. Контактных лиц нужно выявлять только ради того, чтобы создать им условия, дать им действительно действующий инструмент, чтобы люди могли самоизолироваться дома. Вот, тогда мы будем прерывать вот эту вот цепочку. Почему в Китае получилось? Потому что они жестко ввели систему выявления контактных лиц, и они действительно ввели жесткий карантин. Наше стремление было ни одного нормального, адекватного карантина или локдауна. Ни одного. Я вам хочу сказать, что у нас другого на сегодняшний день быть не может. Почему? Потому что из года в год мы наблюдаем одну и ту же картину. Когда приходит сентябрь месяц, начинается рост заболеваемости острых респираторных заболеваний за счет детского населения. У нас что делают в лучшем случае? Ну, закрыли школы, закрыли садики и все. Во всем мире детское население рассматривается как движущая сила развития острых респираторных заболеваний. Ковид тоже относится к острым респираторным заболеваниям. И почему? Если дети переносят все равно, вот в 2020 году дети практически не болели тяжело, сейчас они начали болеть. Но детское население, общаясь между собой в очень тесных коллективах, они приходят домой, перенося это в легкой или бессимптомной степени, инфицируют своих родителей, бабушек, дедушек. А там уже риски есть для тяжелых случаев госпитализации. Вот это и есть проблема. Потому что когда мы говорили еще, мы давали рекомендации и Офису президента, и Министерству здравоохранения. Я встречался и с министром, и с заместителями министра. И мы давали, мы со своей командой писали, мы им отсылали. Но, к сожалению, эти рекомендации не были взяты во внимание, и они не были распространены. Дело в том, что задача государства нужно было сразу отрабатывать социально-критические объекты. Садики, школы, лечебные учреждения и общественный транспорт. И то, что мы сейчас наблюдаем, а как это, что значит отрабатывать? Мы должны были внедрять систему вентиляции. Есть такое понятие, как кратность воздухообмена. Чтобы была замена чистого биологического воздуха с улицы, грязный, который есть в помещениях закрытых. Первое. Следить за влажностью воздуха. Почему? Потому что чем суше воздух, тем мы больше создаем условия для инфицирования любыми патогенами. И третье. Мы должны были снижать количество учащихся, как в группах, как в садиках, так и в школах. Мы этого ничего не сделали. Мы видели, как это делается в Штатах, в Европе, в азиатских странах. И мы просто, честно, я аплодировал. Сто я аплодирую до сих пор, потому что они, внедряя такие мероприятия, они достигли значительного снижения. Или распространения. Нужно еще учитывать, у них более-менее реальная статистика, а у нас статистики реально нет. Мы ее до сих пор не видим. Потому что тот уровень тестирования, который происходит в нашей стране, он не показывает адекватную картину. Ну, просто на сегодняшний, если по-якотято. Поэтому, подытожив, ну, я тут, наверное, соглашусь с Евгением Олеговичем Комаровским, который сказал, что за Украиной наблюдает весь мир. В том смысле, что, а что будет с населением, если ничего не делать? Вот я думаю, что прогнозы в нашей стране очень плохие. Почему? Потому что по поводу инфекционной безопасности или дальнейшего развития инфекционной болезни в стране. Потому что COVID-19, на который на сегодняшний день все силы брошены с точки зрения траты ресурсов, как и человеческого, так и финансового, но неэффективно, да, оно дает возможность развитию других насущных проблем. Эпидемия антибиотикористой отнести. Когда у нас сейчас сплошь и рядом, при каждом чихе, при каждом кашле сразу начинают назначать неадекватные схемы лечения антибиотиками, да. Эпидемии вакциноуправляемыми инфекцией. Мы сейчас должны смотреть, что у нас общий охват вакцинации в стране упал. Мы уже не страна третьего мира. Это стыдно просто об этом. Я вообще удивляюсь, как еще наше население там пускает в Европу или в какие-то развитые страны. Я думаю, что это скоро лавочку точно прикроет, потому что мы являемся сейчас биологической угрозой для всего мира. Это проблема, которую нужно понимать, это проблема, которую нужно поднимать на заседание РНБО. И подводя к тому, что мы уже не полтора года, чуть больше года, 15 месяцев уже живем в пандемии COVID-19, у нас до сих пор нет ни одного государственного координационного органа. Кто отвечает за координацию? Офис президента? Нет. Ну то есть деньги потратить на концентраторы Тимошенко? А РНБО? Нет. Министерство здравоохнения? Забрали у них многие полномочия. Кабмит вообще непонятно, чем занимается. То есть кто у нас координационный орган, который отвечает за пандемию COVID-19? Кто? Вот на этот вопрос нужно ответить, и, наверное, нужно сделать действительно в нашей стране полную перезагрузку. У нас, как COVID-19 показал, отсутствует государственное управление, нормальное, адекватное. И, соответственно, на сегодняшний день ни министр, ни система здравоохнения вообще никак не может повлиять на ситуацию с COVID-19. Это поведенческая проблема, а не медицинская. И поведенческую проблему нужно решать действительно мультимодально. И напоследок скажите, что позитивные нашим зрителям? Позитивно, однозначно могу сказать, что за 2020 год у нас появилось много медицинских сотрудников, которым, наверное, надоело терпеть вот эту вот дедовщину системы здравоохнения, и они начали говорить. Поэтому выбирайте себе врача, доверяйте ему, дружите с ним, и тогда прислушивайтесь к его советам и требованиям, я бы уже сказал, и тогда ваше здоровье будет, ну, скажем, вы будете более защищены. И помните, что на сегодняшний день вы должны с целью предотвращения или минимизации инфицирования COVID-19, должны действительно использовать или пользоваться масками в общественных местах. Также вы должны соблюдать физическую дистанцию, минимум полтора-два метра. Вы должны минимизировать свое присутствие в общественных местах, где есть большое скопление людей. И чем чаще вы будете проветривать помещение, тем лучше. Ну, и не забывайте гейнерок. Всего хорошего. Спасибо.